День с толком Посмотрите в этом выпуске Новые подробности страшного убийства Пятилетнего мальчика в Барнауле У подозреваемого могли быть проблемы с психикой Долги за услуги, которых могло бы и не быть Мы вообще в шоке были от этого Целый поселок платит дважды еще и за умерших Вклад алтайских ученых в международное исследование Как историки региона попали в престижный научный журнал «Планеты» Стало известно, что мужчина, задержанный по подозрению В убийстве своего пятилетнего сына в Барнауле Бывший сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний Уже 6 лет он на служебной пенсии Напомним, страшное происшествие произошло 25 сентября Мальчику нанесли несколько ножевых ранений В грудную клетку и в живот, от которых ребенок скончался В Краевом ОФСИ нам пояснили, что уволился мужчина Из-за сокращения штата в 2013 году В последние годы мужчина работал на другом предприятии По сообщению источников близких ситуаций Год назад он проходил обследование в психбольнице Среди проявлений болезни врачи отмечали манию преследования Его личной и его семьи Расследование убийства продолжается У целого поселка в Михайловском районе неожиданно, по словам людей, накопился трехмесячный долг за вывоз мусора Причем счет выставлен даже умершим Жители отказываются платить из-за покойных родственников, из-за себя Говорят, что вывозить отходы начали лишь недавно И даже готовы привлечь прокуратуру Валентина Аскерова продолжит В том анекдоте на выборы бабушка пришла и говорит Дед-то мой проголосовал Она говорит, давно проголосовал Как он проголосовал, я никак его не могу понять Его 15 лет как нету, а он все ходит, голосует Так он мой муж Приходит в кладбище, наверное, и мусор приносит сюда Про мусорную рекламу именно так прозвала мусорную реформу Зоя Николаевна узнала недавно В последней квитанции увидела трехмесячный долг за вывоз мусора На себя и покойного супруга удивилась и отказалась платить даже за себя Какой может мусор в деревне? Я что горит, я печки сжигаю А что это самое, все у нас есть этот, как его, отвал Туда навоз возят Мы вообще в шоке были от этого Долг у всех жителей села Хотя многие увидели сбор мусора лишь в августе Правда, рекоператор предупреждал в местной газете о вывозе отходов с мая Так в поселок зашла реформа Зачем она здесь, где природных отходов больше, чем твердокоммунальных, люди не понимают Батву не вывозят, шлак, навоз, это ничего не вывозят Вывозят только сумочки, полторашки, баночки из-под консервы Вот такое вот что-то, а не старую мебель, вот это, как в городах выставляют, этого не вывозится И за такие услуги с каждого человека ежемесячно берут 66 рублей За транспортировку и утилизацию раз в неделю По факту жители платят дважды Рекоператору и тому, кто вывозит навоз и растения Тысячу только за одну повозку Люди недовольны тем, что реформа есть, а мусорных контейнеров нет Люди оставляют пакеты у дороги Мусорные пакеты в 20 метрах овцы Интересно, как быстро мусор растаскает скот Вывоз бестарный, почему? Потому что на сегодняшний день мы обязаны предоставлять услугу, та, которая необходима Местное самоуправление занимается приобретением контейнеров Я думаю, что в ближайшем будущем это будет Как скоро? Ну, я думаю, до Нового года вопрос решится И хотя бестарного сбора мусора по закону быть не должно Его применяют как временную меру Пока нет баков, пояснили в Минстрое Появятся они, когда из краевого бюджета выделят деньги Пояснил глава Михайловского района Евгений Юрьев Не раньше следующего года До тех пор мусор останется игрушкой для животных А платить или нет, люди теперь спрашивают у прокуратуры Валентина Аскерова, Алексей Фризин, День с толком В законодательстве теперь нет понятия нуждающейся в улучшении жилищных условий Чтобы семья могла рассчитывать на квартиру от государства Ее должны признать малые имущие А доказать это практически невозможно Почему и как изворачиваются люди, чтобы получить положенные квадратные метры Расскажет Полина Жданова Она сегодня с нами в студии Полина, привет! Привет, Ира! Да, это очень сложная тема В ней нужно долго и муторно разбираться Поэтому не будем тянуть время И перейдем к сюжету, где я все и расскажу Для начала объясню В соцзащите малоимущим семьям выдают справки, которые дают право на некоторые льготы Социальную стипендию, детское питание и питание школьников Внеочередное место в детском саду и юридическую помощь О получении жилья такая справка не говорит Поэтому тем, кто хочет встать в очередь на квартиру, нужно обращаться непосредственно в муниципалитет С этим и начинаются сложности В качестве примера история жительницы Барнаула Валентины Демюцадис Женщина одна воспитала пятерых детей Трое из них инвалиды первой группы, как она сама Диагноз эпилепсия 20 лет в ожидании квадратных метров большая семья ютилась в общежитии Теперь, когда дети выросли, Валентина живет в комнате одна По закону государство обеспечивает инвалидов квартирами Но теперь без справки о малоимущности шансов на это нет А таковыми семью Демюцадис суд не признает У меня дочь Консуэла, она с ребенком Ребенку 3,5 года У нее пенсия получается 8 тысяч Которую на двоих детей Это даже меньше прожиточного минимума Прожиточный минимум сейчас 9 с чем-то тысяч Однако ее все равно не признали малоимущей Из-за того, что в этой квартире, по имели Алексеева, 74-72Б У нее одна четвертая доля Чтобы инвалида признали малоимущим И поставили в очередь на жилье Нужно многократное совпадение На него не должна быть оформлена собственность Он должен не жить, а ютиться Быть хроником, например, эпилепсиком И получать ниже прожиточного минимума При этом пенсия по инвалидности Превышает этот минимум И создается впечатление, что бюрократия делает все Чтобы не обеспечивать людей жильем Еще обязательное условие Для того, чтобы тебя признали нуждающимся Вот по этим основаниям И чтобы ты имел право на внеочередное получение Жилого помещения В жилом помещении, в котором проживает Инвалид, страдающий тяжелой формой Хронического заболевания и малоимущий Должно проживать две и более семьи Если вы специально ухудшите свои условия Чтобы получить справку Заявление на получение квартиры Можно будет подать только через пять лет А если ждать очередь на жилье без справки Про квартиру можно вообще забыть Жилье появится лет через 30 Валентине квартиру предложили только в этом году Когда она уже вырастила всех детей И то квартиру без капитального ремонта Так что теперь она судится еще и для того Чтобы жилье соответствовало законным условиям И бороться за получение жилья Приходится, к сожалению, тем, кто Заработать на него самостоятельно Фактически не может Полина, спасибо за этот подробный рассказ Ну а мы продолжаем далее Быть или не быть четырехзвездочному отелю «Рэдисон» В центре Барнаула Эта резонансная тема вызвала множество обсуждений и негодований Общественность против Архитекторы тоже сомневаются Стоит ли на месте парка на площади Сахарова Возводить многоэтажное здание Краевые и городские чиновники Вероятнее всего в ближайшее время проведут опрос Среди населения, чтобы узнать мнение простых горожан А пока Илья Кочетков решил узнать Мнение специалистов гостиничного и туристического бизнеса Нужен ли краевой столице «Рэдисон» или нет В Барнауле больше сотни гостиниц Из них крупных около десятка По словам отельеров, этого достаточно для краевой столицы Конкуренции со стороны «Рэдисона» не ждут Даже сомневаются, что четырехзвездочная гостиница Сможет занять лидирующие позиции По франшизе по этой Строить отель на сегодняшний день Он должен быть не менее двухсот номеров То, что хотят построить четырехзвездочное Это стоимость номера По окупаемости, по затратам Ну вот, судя по всем сетевым отелям По этим, у них начинается от пяти От шести тысяч рублей Цена номера У нас заканчивается на трех с половиной Четырех тысячах Самый ходовой То есть, ну, средний ценник Не средний, можно сказать, основной ценник То есть, то, что люди потребляют У нас есть в гостиницах И номера И высокого класса То есть, от шести и семи тысяч Но они не пользуются спросом Три с половиной, четыре тысячи рублей в сутки Это средние расценки для отелей Барнаула По словам Воронова Не все приезжающие к нам бизнесмены, артисты Вип-персоны готовы тратить больше Кстати, «Рэдисон» не первый крупный игрок Который пытается зайти на гостиничный рынок Барнаула Несколько лет назад на месте здания старого базара Тоже планировали построить гостиницу Только Хилтон Вроде бы все было уже договорено Но в последний момент от проекта отказались Официальная версия В центре Барнаула нельзя строить слишком высокие здания Но многие представители гостиничного бизнеса Уверены, что в Хилтоне просто подсчитали риски И сами отказались от проекта Возможно, так произойдет и с Рэдисоном Между тем представители туристической отрасли Прихода крупного гостиничного бренда ждут с нетерпением Председатель Краевой ассоциации туризма Александр Томашевич уверен Это сделает Барнаул привлекательнее в глазах вип-туристов Если мы говорим о Рэдисоне, с которым сейчас ведутся переговоры То мы заходим на сайт Рэдисона И у нас, пожалуйста, перед глазами все города, где есть отели бренда Рэдисон И тут же у нас, вот он, пожалуйста, Рэдисон Барнаул, например Понятно, что есть, их не очень много, но есть люди, которые предпочитают селиться в сетевых отелях Они знают, что это определенный уровень качества, определенный уровень сервиса У них есть свои какие-то там бонусные программы, их огромное количество И выбирая там между рядом отелей, они поселятся вот в сетевом отеле На каком этапе находится работа над проектом, насколько успешно идут переговоры, сказать пока трудно Компания-застройщик от комментариев отказывается Общественники и архитекторы уверены, главное найти подходящее место Ведь свободных в центре города просто нет Илья Кочетков, Илья Халяпин, День с толком Авторитетный научный журнал Science опубликовал результаты исследования, в котором приняли участие алтайские ученые Статья посвящена крупнейшему в мировой истории изучению ДНК древних людей и отвечает на многие вопросы Например, связанные с миграцией индоевропейцев Некоторые останки, которые исследовали ученые, были найдены в Краснощоковском и Залесовском районах Алтайского края Алексей Тишкин – историк, который уже сам вошел в историю За плечами десятки археологических экспедиций, сотни выпущенных студентов и научные открытия А теперь участие в крупнейшем исследовании ДНК древних людей Вместе с коллегами из Алтгу и сотней археологов, антропологов и генетиков со всего мира Статья затрагивает ряд проблем Кто был основателем харабской цивилизации? Кто же такие индоевропейцы? Как они произошли? И как распространялся их язык? В этом помог анализ ДНК 520 останков древних людей Часть из них была захоронена на территории Алтая Алтай – это такой перекресток миров, это центр, если посмотреть на Евразию Вот, пожалуйста, все миграции, они либо проходили через Алтай, либо они здесь сталкивались И вот это взаимодействие, оно очень важно для понимания современной ситуации, этнической Для понимания вообще, так сказать, начинает происхождение человека Некоторые останки были найдены в Краснощоковском районе на могильнике Инской дол Там были раскопаны курганы афанасьевской культуры Это третье-второе тысячелетие до нашей эры Из пяти курганов четыре оказались фактически неграбленными Что позволило тоже как раз получить и хорошие костные останки Которые изучались в процессе дальнейших исследований, но и сопроводительный инвентарь Еще одни останки были обнаружены на самом древнем кладбище края в Залесовском районе Могильник Чумыш-Перекат датируется шестым тысячелетием до нашей эры На этом месте мы обнаружили пять разновременных погребальных комплексов То есть люди, независимо друг от друга, устраивали кладбище древнее, где прощались с родственниками Вот на одном и том же месте В научной среде уже успели оценить вклад ученых в мировую историю Итоги исследования в одном из самых престижных научных журналов Science И эту статью уже цитирует Международное информагентство Но подчивать на лаврах ученым из Алтайского госуниверситета некогда Впереди еще много экспедиций и научных работ, которые, несомненно, закрасят белые пятна в истории Ирина Корчегина, Александр Антропов, Лев Тюрин, День с толком Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компании Валар Подписывайтесь на наш канал в соцсетях И хороших вам новостей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!